Экономика по-русски или особенности национальной экономики? У нас объективный взгляд на происходящее. Здравствуйте, микрофонный Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Начинается она в грустный момент, очередной взрыв в Волгограде. Я хотел говорить о прогнозе на 2014 год. В общем, судя по всему, надо будет все-таки сделать небольшое отступление по части того, что происходит. У меня имеется некоторая позиция, она, как обычно, я бы сказал, глобальный характер. То есть не отвечает на вопрос «кто?», но она зато дает некоторые основания для ответа на вопрос «почему?». Значит, давайте смотреть. Я практически весь год долго и подробно объяснял, что в мире начинается очень мощный новый расклад. Что тот расклад, как бы моноцентрический, который был в центре в Соединенных Штатах Америки, когда правила игры вырабатывали МВФ и Федеральная резервная система США, он, в общем, после 2008 года сильно закачался, а после 2011 года, в общем, рухнул. И в этот момент в мире начали проявляться новые силы. Ключевыми из них являются Соединенные Штаты Америки и Китай, которые в состоянии защитить себя друг от друга на, как бы, ну, условно говоря, электронном и космическом театре военных действий. А это продемонстрировал и Китай, и Соединенные Штаты, и, в общем, история со Сноуденом сюда укладывается там и много еще чего. Обращаю ваше внимание, что китайские исследовательские космические корабли, в отличие от российских, свои программы выполняют. И, соответственно, китайский луноход вполне себе подприлунился и ездит, в отличие от российских аппаратов, которые почему-то от Земли отлететь не могут. Можно сколько угодно строить конспирологические версии, но, с другой стороны, и понятно, что есть ли страны, которые полностью контролируют, как бы, электронные начинки любых аппаратов, которые, в принципе, в мире делаются, не хотят, чтобы у них были конкуренты, то у них сегодня есть для этого все возможности. А у нас такой возможности нету, потому что мы вынуждены использовать их электронные микросхемы со всеми там встроенными системами. В этой ситуации единственный шанс России войти в эту игру, это проявить некоторую новую повестку дня. Это может быть разная повестка. Обращаю ваше внимание, например, а ислам такой агрессивный, он предлагает новую повестку. Другое дело, что у него кроме повестки больше ничего нет, ну, кроме как бы большого количества достаточно агрессивных людей, которые, кстати, в Бога не верят, потому что терроризм полностью противоречит библейской системе ценностей. То есть это пушечные мясы, это не верующие. Так вот, о чем, кстати, сказал Кадыров, надо отдать ему должное. Так вот, проблемы России состоят в том, что у нас нету своей позиции в этом мировом разговоре. У СССР была своя позиция, у СССР была своя система ценностей, своя идеология, своя концепция. И всем в мире было понятно, можно присоединяться либо к той концепции, либо к этой, ну, либо балансировать, как движение неприсоединения. Но у движения неприсоединения своих правил не было. Они должны были быть либо странами, как бы, с социалистической окраской, либо страной с капиталистической окраской. Своей концепции у них не было. И, соответственно, в написании правил игры они не участвовали, они балансировали. Так вот, у нас сегодня нет своей позиции. Вообще нету. У нас абсолютно либеральная экономическая модель. Она рушится, она уже рассыпается на глазах. Но мы продолжаем за нее цепляться с упорством, достойным лучшего применения. У нас попытка построить, ну, точнее сказать, изобразить патриотическую государственную модель, но она на самом деле не является патриотической, потому что она, соответственно, преследует те же самые либерально-капиталистические цели. И в этой ситуации мы пытаемся изобразить, что у нас есть позиция в мировой политике. Мы влезаем в дела Сирии, мы влезаем в дела Украины и еще много куда. И вот это всех дико раздражает. То есть можно ответить, ну, можно предположить, например, что то, что произошло сегодня в Волгограде, это ответ за нашу вмешательство в дела Украины. Потому что мы не предлагаем никакой концептуальности. Мы просто мешаем неким силам, которые есть на Украине, втащить ее в Евросоюз. Да, разумеется, эти силы не составляют на Украине большинство. Да, разумеется, они нам неприятны. Но мы-то альтернативы не предлагаем. Ну, что бывает, когда на улице взрослый дядя разговаривает, и вдруг подходит какой-нибудь пацан и говорит, дядя, вы что, охренели что ли? Вы козлы, на самом деле все вот так. В лучшем случае ему дадут подзатыльник. В худшем он получит сильнее. Вот это главная проблема современной России. У нас даже идеологии нету, и быть не может, потому что у нас это написано в Конституции. В общем, как говорится об известном анекдоте, Рябинович, определитесь. Или крестик снимите, или трусы наденьте. И это, как мне кажется, сегодня главная проблема России. Скромное обаяние знатоков. Тех, кто научился заглядывать за горизонт. Тех, кто помнит нужные цифры и может просчитать завтрашний день. Умные парни выходят в эфир, чтобы многое вам объяснить. В этот понедельник в студии РСН главный редактор сайта «Мнение.ру» Кирилл Мартынов. Эти ребята отвечают за свои слова. Умные парни. Ежедневно, кроме субботы, после 16 часов. Возможность преподать урок. Друг другу и тем, кого волнуют вопросы образования. Педагогический форум. В воскресенье, после 14. Русская служба новостей. Русновости.ру Экономика по-русски. Возвращаемся в студию микрофона Михаил Хазин. А повторю еще раз. Для того, чтобы принимать участие в мировой политике и иметь право договариваться, нужно предъявить некоторую позицию, которую мы не предъявили. Если же некто, не предъявляя позиции, не имея соответствующих ресурсов, у нас нет ресурсов, что мы хорошо видим, и по отсутствию у нас как бы и электронной базы, и как бы и космоса, и много еще чего. Если же мы начинаем влезать в игры больших игроков, то нам начинают давать пинки. Типа пошел вон, не путайся в чужие дела. Я не исключаю, что те врывы, которые сегодня происходят в Волгограде, это как раз такие пинки. Это демонстрация того, что люди, у которых нет своей оппозиции, не имеют права вмешиваться в дела серьезных дядей и строить из себя больших политиков. Вот это моя позиция. Мне кажется, что нам надо немедленно отменять пункт Конституции, касающийся идеологии. Нам нужно немедленно внедрять государственную идеологию, и нам надо немедленно объяснять, в рамках какой идеологии мы строим и расширяем таможенный союз, после чего будет понятно, кстати, что говорить украинцам. И не только украинцам, что говорить туркам, японцам, вьетнамцам и другим странам, и даже, собственно, евреям, которые сейчас сидят в Израиле. Потому что в случае, если Израиль проиграет войну Ирану, в которую его активно втягивают, то у нас на территории окажутся 4 миллиона евреев, у которых есть своя идеология. И если мы не предъявим свою, то они нам вменят свою. И не нужно объяснять, что нас слишком много. На Украине западенцев тоже немного, однако они вполне себе внедрили свою идеологию. Ровно потому, что восточная и южная часть Украины, которая находится с нами, я даже не могу сказать, что мы находимся, что мы как бы близки, потому что мы просто в единое целое. Они точно так же, по нашему ему примеру, лишили сами себя идеологии. И это проблема, с которой ничего нельзя сделать. Мы сегодня в мире только защищаемся. Защищающийся всегда проигрывает. Это основа стратегии. Нужно наступать. А наступать можно, только имея свою позицию и свою идеологию. Собственно, на этом я комментарий к новому взрыву в Волгограде заканчиваю и перехожу к основной части этого прогноза на следующий год. Я уже говорил о том, в предыдущей передаче, посвященной итогам года, что та модель, в рамках которой у нас были определенные периоды роста, модель, связанная с ориентацией на иностранные инвестиции и восходящая к вашингтонскому консенсусу, завершила свое действие. Все. Больше она экономический рост нам не обеспечит. И это означает, что у нас будет продолжаться спад. Масштабы его можно примерно вычислить. Значит, в этом году, давайте смотреть, в этом году у нас где-то минус 2,5-3%, что косвенно подтверждается масштабами секвестра, который как бы организаторами предполагался, что какой-то ресурс нужно оставить, резерв еще на будущее. А, значит, в следующем году будет чуть-чуть сильнее, то есть где-то минус 3-4%. Это будет очень сильный, кстати, удар по рынкам, потому что в этом году рынки упали достаточно сильно, на 20-25%, а в следующем году могут упасть еще сильнее. Это, кстати, самый сильный удар по малому и среднему бизнесу. То есть на самом деле, с точки зрения социальных последствий, проблем будет сильно больше, чем в этом даже. И сильно больше, чем кажется нашим чиновникам, которые ничего, кроме цифр, не видят. И есть три фактора, которые могут эту цифру изменить, вот эти вот минус 3-4%. Это два негативных фактора, один позитивный. Позитивный с точки зрения экономики. Значит, это позитивный с точки зрения экономики фактор, это рост мировых цен на нефть в связи с войной на Ближнем Востоке. В этом случае мы можем получить некоторое относительное улучшение. Не думаю, что мы выйдем в плюс, но, по крайней мере, спад существенно замедлится, а главное, немножко улучшится состояние региональных финансов. Отметим, кстати, что проблемы с региональными финансами – это одна из проблем, которые висит сегодня над правительством, потому что правительство, в том числе в лице полпредов заставляло губернаторов повышать социальные выплаты за счет кредитов. И в результате большая часть регионов закредитована под завязку и уже даже обслуживать свои долги не могут, не то чтобы брать новые кредиты. То есть в этом смысле регионы ждет или бешеное падение социальных расходов, или дефолт. Что с этим делать, пока не очень понятно. Обращаю еще внимание на еще одно обстоятельство. Путин все-таки играет в международную политику, хотя и не имеет базы. То есть, иными словами, он играет как личный игрок. Ну, если угодно, да, вот у вас, если там во всяких авантюрных романах, например, там «Граф Монте-Кристо» или еще что-то, там имеется постоянно, или там у Бальзака, постоянно имеется… Бальзака, что-то меня понесло. Значит, постоянно имеется некоторый круг банкиров, финансистов, то есть, иными словами, реальных игроков, и туда проникают авантюристы. То есть люди, которые умнее большинства участников присутствующих, но у которых за спиной нет ресурса. И если они проявят надлежащую изворотливость, то они могут даже что-то урвать. Но стратегически они, конечно же, выиграть не могут. Вот это в некотором смысле позиции Путина. Он не может играть как стратегический игрок, но как может играть против либералов, человек, у которого либералы занимают все ключевые посты. И он просто, пользуясь тем, что он умнеет большинства современных политиков, он выкручивается. Но это все равно может очень дорого стоить. Одна ошибка или небольшое изменение ситуации, а у него ресурса нет. И вот эта проблема жуткая. Кстати, у него жуткий конфликт в этом смысле с тем же либеральным правительством. Либеральному правительству нужна война на Ближнем Востоке. Потому что это позволяет за счет повышения мировых цен на нефть закрывать бюджетные и другие дыры. А Путин играет в мир на Ближнем Востоке. Он как бы играет и с Израилем, и с Сирией, и с США, и с Евросоюзом, и с Китаем в мир. И вот замечательная картинка. Ничего себе игрок, да? Он играет, а его ближайшие помощники ему вставляют палки в колеса. Неудивительно, что те же люди, которые ему вставляют палки в колеса, вполне могут ему устроить вот эти вот ситуации для того, чтобы продемонстрировать, что он ничего не контролирует и ничего не может. Вот это вот, ну как это можно не видеть, я не понимаю. Это просто в глаза бросается. РСН. Русская служба новостей. Реклама. Хотите стать лучшим боссом и сократить расходы компании? Откройте в вашем банке зарплатный проект на картах Мастеркард и получите доступ к спецпредложениям для вашей компании и сотрудников. С программой Мастеркард Бизнес Бонус ваша компания сэкономит до 25% на мобильной связи, курьерских услугах, авиабилетах, топливе, корпоративных мероприятиях, канцелярии, такси. А ваши сотрудники будут получать бонусы в кафе, супермаркетах, кинотеатрах, просто расплачиваясь зарплатной картой Мастеркард. Мастеркард Бизнес Бонус. Выгодный для бизнеса. Программа действует с 1 октября 2011 года по 31 декабря 2014 года. Информация об организации, реакции, правилах ее проведения, привилегиях, сроках, месте и порядке их получения на mastercard.ru. Мастеркард Юроп Эспрео. Торопитесь, нужно хорошенько подготовиться к новому, новому стулу, шкафу, комоду, столу, посуде, вазам, лампам, тапочкам, подушкам и еще многому-многому другому. С 27 декабря по 29 января грандиозная распродажа в магазинах Икеа. А чтобы вы все точно успели купить, в предпраздничный период мы работаем дольше. Подробности на сайте икеа.ру. Телефон рекламной службы 737-87-47. В эфире русская служба новостей. Радио РСН. Экономика по-русски или особенности национальной экономики. Возвращаемся в студию микрофона Михаил Хазин. Продолжаем говорить о прогнозе. Значит, о позитиве мы сказали, это война на Ближнем Востоке. Негатив. Негативов два базовых. Негатив первый, это снижение мировых цен на нефть. А после того, как на мировые рынки выйдет Иран, на мировые рынки нефти. Да, конечно, ОПЕК эту ситуацию узнал и видел. Квоты пересмотрены с учетом Ирана и т.д. и т.п. Но есть определенные проблемы, связанные с тем, что военные риски уменьшатся, все равно потенциально нефти станет больше. Ну, и т.д. и т.п. То есть, фактически, это означает, что цены на нефть будут падать. Оптимистично для нас где-то до 80 долларов за баррель, пессимистично до 65, хотя я думаю, что эту цифру мы сможем увидеть еще не скоро. То есть, в этом направлении, может быть, и будет идти, но очень медленно дело. Но уже даже 80 – это большая проблема. И вторая, значит, вот эта тема, она себя проявит, скорее всего, в конце зимы, то есть, в конце феверля-начале марта. А вторая тема – это обвал пузыря на фондовом рынке в Соединенных Штатах Америки. Это может произойти где-то, ну, скажем, осенью. Я думаю, что все-таки весной этого не произойдет, значит, осенью. В этом случае, скорее всего, мы получим неприятности уже в 2015 году, хотя теоретически возможны и раньше. И таким образом мы получаем замечательную картинку. Значит, у нас есть более-менее равномерный спад на 3-4%, на который могут накладываться небольшие отклонения в ту или иную сторону. Да, я забыл сказать, что у нас есть еще одна неприятность, в которой висит эта ситуация с бюджетами регионов. Хотя я думаю, что все-таки если не будет сильного падения цен на нефть, то этот бюджетный год мы переживем как-нибудь. По сусекам поскребем, по амбарам пометем и, глядишь, выкрутимся. Вот, собственно говоря, и вся картина. И на этом мы, соответственно, переходим к ответам на вопросы слушателей. Я хотел бы, кстати, еще сказать, что, по всей видимости, это последняя моя передача, потому что мы сделаем, ну, по крайней мере, небольшой перерыв. И после Нового года в эфире появляться уже не будем. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте, Михаил. Хотел бы задать вам вопрос. Лев из США. Очень простой вопрос, но сложный в объяснении. Значит, смотрите, вот для нас, для всех людей, которые живут за рубежом достаточно давно, все-таки присутствует такой вопрос. Who is Mr. Putin? Но не в плане того, что нам нужно это знать, знаете, и нам все расскажет сейчас Михаил Хайзин. Нет, я прекрасно понимаю, что это сложный вопрос. Но в плане, вот как выстроить жизнь на будущее, то есть присылать ли своих детей обратно в Россию жить или нет, и так далее. В чем заключается суть этого вопроса? Если мистер Путин все-таки ставленник, скажем так, если Ходорковский был ставленник, например, Ротшильдов, то Путин, скажем так, Рокфеллеров, или как-то иначе. Если все-таки этот человек является самим собой, или он же все-таки фигура, которая тоже танкирами поставлена? Ну, он, безусловно, уже давно игрок, но проблема состоит в том, что он игрок в команде, которую не он создавал и которая контролируется другими игроками. И в этом смысле очень многое из того, что он хочет сделать, он сделать просто в принципе не может. То есть все попытки что-то там придумать, типа там майских указов или еще что-то, я совершенно не хочу сказать, что майские указы – это решение всех вопросов. Но это, по крайней мере, какое-то действие. Но у него нет механизма реализации этих майских указов. То есть его просто цинично игнорируют. Потому что люди, которые управляют у него экономической политикой, они-то точно поставлены другими силами. Я очень не люблю термин Ротшильды, Рокфеллеры, потому что они ничего не говорят. Да, ну вот у конспирологов есть там свои игры, они там что-то придумывают. Я очень не люблю их рассуждения, поскольку под них базы нет. Я исхожу из очень простой логики. У любой крупной группировки должен быть ресурс. Вот, например, у Китая, Китай – это мировая фабрика, они могут произвести все, что угодно в любых объемах. И поэтому они игроки на мировом рынке. Ну, как бы, на мировом политическом рынке. В Соединенных Штатах Америки до недавнего времени была одна команда, которая, как бы, у нее там было величие Соединенных Штатов Америки, такая имперская. У которой было два крыла, обращаю ваше внимание, не две противоположных команды, а два крыла одной команды. Первая была ориентирована на то, чтобы управлять миром через финансовые технологии. А вторая – чтобы управлять миром через промышленные технологии. И, как бы, называть можно по-разному. Вот я встречал в литературе такой вот конспирологической, что промышленников американских называли Рокфеллерами, а, соответственно, тех, кто за финансовые технологии, финантерна. Насколько это, соответственно, соотносится с Ротшильдами, я не знаю. Еще раз повторяю, это, как бы, обращайтесь к конспирологам. Но после дела Строскана произошел мощный раскол. Почему? Потому что стало понятно, что ресурсов в Федеральной резервной системе США, эмиссионных ресурсов, на которых держалась вся эта модель, которая больше не может расширяться, их теперь хватит либо на сохранение американской промышленности при падении уровня жизни американских граждан, либо на попытке сохранить мировую финансовую систему. И тогда про американскую промышленность можно будет забыть. Ну, например, они устроят высокую инфляцию, при которой любые сложные технологии, то есть любое производство с высокой долей добавленной стоимости становится нерентабельным, потому что издержки растут слишком быстро. И вот этот раскол, он на самом деле сегодня и определяет ситуацию. Дальше уже начинаются очень большие тонкости, частично я их пытаюсь описать, но для Соединенных Штатов Америки это выражается, например, в противоборстве между крылом Клинтон в демократической партии, которая за финансистов, и Обамой, которая уже в общем за изоляционизм. У республиканцев такой же раскол, и в этом смысле экономические прагматики типа Рона Пола ближе к Обаме, чем к своим же неаконам. То есть вот это реальная проблема, которая сегодня висит над мировой экономикой и мировой политикой. И тут нужно разбираться долго. Я могу еще раз пытаться это написать у себя на сайте, но это будет трудно. Возвращаемся в студию микрофона. Михаил Хазин продолжает отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте, Михаил. Марк из Петербурга беспокоит. Будьте любезны, а не могли бы вы вот примерно, особенно сейчас, менее понятно, обозначить, ну, суть американской и китайской идеологии? И какая бы могла быть у нас, допустим, идеология? То есть, когда американская была чисто имперской, было понятно. Сейчас как бы в свете вот того раскола, о котором вы говорите, уже не так ясно. Про китайскую тоже не так ясно. Да, но вы знаете, к поводу американской, раскол-то уже произошел, а идеология-то еще осталась имперская, и они продолжают ее вести. Другое дело, что Соединенные Штаты Америки чуть-чуть постепенно начинают уходить. Но, тем не менее, идеология вот этой вот либеральной империи и Америка превыше всего никуда не делась. И они, исходя вот из этой логики, исходят. Обратите внимание, Соединенные Штаты Америки никогда ни в чем не каются. Вот они все время нам говорят, да, нужно покаяться там за, за то, за то, за то, за то. Сами при этом в США никогда не каются. В этом смысле меня поражают наши либералы, которые говорят, нужно покаяться там за что-то, за коты. Я не очень понимаю, почему мы должны каяться за поляков, убитых немцами, но самое главное не в этом, а самое главное в том, что когда в Соединенные Штаты Америки там убивали индейцев даже не сотнями, не тысячами, а десятками, тысячи, в общем, на самом деле не каются. Я уже не говорю там про разные провокации. Так что это вот очень важная вещь. Вот. А что касается Китая, то у него есть своя концепция национального величия. И, в общем, они эту концепцию сейчас, ну, в некотором смысле это такой китайский национал-социализм. И они этот национал-социализм будут двигать абсолютно ничего не смущаясь. Они точно знают, что у них самая древняя в мире цивилизация, что все остальные, соответственно, это дикие люди, варвары, которых нужно вот как бы цивилизовать. И они этим будут заниматься очень жестко. И, в общем, у них, так, кстати, вообще в китайском менталитете понятие гуманность отсутствует как вид. Есть победа, есть поражение, а гуманности там нет. А у нас нету. У СССР была своя позиция, что мы строим социализм, лучшую в мире систему. А у России нету. А Россия говорит следующее примерно. Мы строим лучшую в мире либеральную американскую систему, но при этом мы считаем, что у нас должно быть свое право голоса на территории, которую мы контролируем. Американцы нам на это говорят, а не только американцы. Если вы строите лучшую в мире американскую систему, то давайте уж американцы и будут решать, чего будет на той территории, где эта система. А что такое ваша территория? А дальше я понимаю. Украина не ваша. Прибалтика... Ну, давайте начнем с Прибалтики, да? Прибалтика не ваша. Восточная Европа не ваша. Украина не ваша. Средняя Азия не ваша. Ну, дальше понятно. Северный Кавказ не ваша. Как уже эстонцы как бы требуют свободу угрофинным. Всем, включая Коми и Мордву. Ну, и дальше, в конце концов, выяснится, что от всей России останется Тверская до Московской области. Ну, и там уж, естественно, никто не будет спрашивать, какое наше мнение. Давайте отдадим себе отчет в этом. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Я хотел бы спросить про Пусть и Райд. комментарий, можно? Ну, господи, ну что вы про каких-то, соответственно... Не, ну я хотел бы... Вот что. Там, когда они свои действия производили, то их пять человек было. Двух спасли. Они убежали за границу, их скрыли. И про это тишина. Как будто бы их ищут. А вот эти, как бы, девочки, как их называют, хотя это женщины, осмысленно знающие, что они... Давайте будем называть их шаламами. Ну ладно, бог с ним, я так не буду говорить. И вот что. Они на самом деле пели не те песенки, которые нам демонстрировали, демонстрировали. Ну вот, и кто из людей, которые исправили их якобы песенки, делал это? Ведь они за кулисами. Давайте мы не будем. Мне сейчас... Дело в том, что есть... Как бы это сказать? Во всех... Во всех обществах всегда есть люди, которые следуют некоторым писанным, и часто не писанным правилам приличия, а есть, которые их нарушают. И люди, которые нарушают, они, в общем, никогда не пользуются уважением, их там в приличное общество не зовут, а вообще ведут себя с ними, ну, как бы стараются от них дистанцироваться. Вот это примерно то же самое. Да, вот не знаю, как вас, меня от них воротят. Да, вот я совершенно не хочу разбираться, нужно ли было их сажать в тюрьму, или не нужно. С моей точки зрения их нужно было выпороть, причем желательно в сильно более раннем возрасте. То есть вот не сейчас уже, сейчас они уже, скорее всего, безнадежны, а в сильно более раннем. Но, как бы обсуждать вот это вот, как говорили мои школьники, у ежища, я не хочу. Русская служба новостей. 107.0, Москве, 92.9, Санкт-Петербург. Русская служба новостей готова пересмотреть ваше дело. Звоните по будням после 12 часов. Народный адвокат. Синие ведерки на РСН. Патруль на дорогах. Защита в правовом поле. Участники и свидетели громких автодорожных историй. Расследование и призыв к ответу. Синие ведерки на РСН. В эфире русская служба новостей. Радио РСН. Экономика по-русски. Или особенности национальной экономики. Возвращаемся в студию микрофона Михаил Хазин. Напоминаю, телефон прямого эфира. 8495-7887.0. Я продолжаю отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте, слушаю вас. Алло, здравствуйте. Михаил, а вот с чем связан ваш уход? Какие-то причины есть? Я вам никогда не могла дозвониться много лет. А вот сегодня дозвонилась, а вы уходите. Ну так получилось. Вы знаете, на самом деле в некотором смысле мы устали. Тут происходят разные события. РСН переезжает в не самое удобное место. Произошла смена руководства. Не то чтобы нас это как-то касается, ну вот переезд не очень удобен. Но самое главное, понимаете, любой формат, он ограничен. Он живет какое-то время, а потом он начинает, ну, надоедать. Иногда он раньше надоедает слушателям, иногда он раньше надоедает авторам. Вот меня этот формат стал уже тяготить. Надо придумать что-то другое. Я думаю, что мы что-нибудь придумаем, будет ли это на РСН или в другом месте, я пока не знаю. Но я думаю, что где-нибудь к марту мы определимся. Вот. Ну, в общем, ничего такого-то нет. Да, я сразу хочу сказать, я ни с кем не ругался. Я, собственно, никогда не ругался. Я и с РБК ушел самостоятельно, когда стало понятно, что они развивать программу не хотят или не могут, ну и так далее. То есть, в этом смысле, и, кстати, ушел не первым, то есть, из тех людей, которые вели передачи, я ушел последним. Сначала ушел Геращенко, потом ушел Алексашенко. Вот. То есть, в общем, на самом деле нужно, конечно же, нам нужно расширять на нашей, как бы, телеаудитории и аудиоаудитории то, что называется, познавательные форматы такие, интеллектуальные. К сожалению, у нас все больше сводится ко всяким омерзительным с моей точки зрения ток-шоу, на которые я стараюсь не ходить, поскольку это абсолютно бессмысленные и, как бы, я бы сказал, деструктивные мероприятия. Но пока, несмотря на то, что востребованность явно имеет место, желания нет. Может быть, это связано с тем, что количество тех, например, кто готов слушать мою передачу, десятки тысяч, а телевидению нужны миллионы или радио. В общем, мне пока сказать сложно. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Вы огорчили. Это единственная передача, которую я всегда слушаю. Мне 78 лет. Что-то не будет. А вот я хочу... Ой, извините, я волнуюсь. Я хочу задать такой вопрос. Вы знаете, вот у нас есть Минэкономразвитие, да? Вот они собирают молодежь на Селигерта, ну, Кутин, я имею в виду, Народный фронт, 5-10-й. Почему бы Минэкономразвитие не представить какую-то развернутую корсину по России с точки зрения, ну, регионального развития производства? Ну, я имею в виду, ведь они все изучали, наверное, экономическую географию, да? Вот что-то предложить и собрать людей, которые хотят заниматься средним, малым бизнесом, и предложить конкретную программу на выбор, и предложить дифференцированную систему кредитования, дифференцированную систему налогообложения. То есть надо работать, чтобы нам не закончить от этого. Я понимаю, да. Спасибо. Значит, вы, как бы, совершенно классический советский человек. Вы исходите из логики, что надо что-то делать. А Министерство экономического развития возглавляет либерал. У него нету даже мысли, что, как бы, нужно что-то делать для государства. Мысль у него исключительно одна. Как монетизировать все, что можно монетизировать, и по возможности получить свой кусок. Я работал в Министерстве экономики в 90-е годы, и я хорошо помню, как все наши лопытки, как бы, тех людей, которые хотели что-то сделать, написать какую-нибудь конструктивную программу, заканчивалось тем, что эти программы заворачивали. И нам говорили, это не либеральные программы, вы не укладываетесь, как бы, в либеральный дискурс, вы неправильно делаете, потому что это государственные программы, а мы, соответственно, мы либералы, мы боремся за то, чтобы каждый человек был максимально свободен от государства. То есть, вот в этом вся проблема. Я это очень хорошо понимаю, я своей маме, которой в этом году, за 76 лет, тоже не могу объяснить, как это все устроено. Потому что человек, который привык жить при социализме, когда чиновники отвечали перед обществом за то, что они делают, невозможно объяснить, что при либерализме и капитализме чиновник отвечает исключительно перед своим карманом и вышестоящим начальством. Все. На все остальное ему глубоко наплевать. Это в некотором смысле трагедия нашего государства. Более того, в Соединенных Штатах Америки, скажем, или в Евросоюзе хотя бы имеется хоть какая-то идеология. Например, в Евросоюзе нужно обязательно чиновнику работать на расширение Евросоюза. И мы видим, как чиновники Евросоюза ездят в Киев, на Майдан, и там, значит, агитируют за Евросоюз. В нашей стране чиновники тоже были бы рады съездить на Майдан и поагитировать за Евросоюз. Потому что они все как бы выращены в капиталистической идеологии. Но они опасаются, что это может быть как бы там лично Владимиром Владимировичем неправильно понято. Поэтому они ограничиваются пассивной поддержкой. Но у нас никакой своей идеологии нет. О чем я и говорил в начале передачи. И, конечно же, с этим что-то нужно делать. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте, Михаил. Это Павел. Москва. С Новым Городом, вас выступающим. Вот я давно хотел вам задать вопрос по поводу польской экономики. Вот Польша – это единственное государство, которое, ну, как бы, Евросоюз, как я понял, или одно из основных, где не было склада экономики. Вот, может быть, для Украины это как пример. Поэтому они стараются чем-то подважать Польше и следовать по сторонам Евросоюза. И все у нас не секрет. И как Прибалтика себя чувствует? Прибалтика себя чувствует очень плохо. Очень плохо. Хотя они делают там хорошую мину при плохой игре. Но там очень много народу уехало. Что они будут делать, когда этот народ начнет возвращаться по мере ухудшения ситуации в других странах Евросоюза, я себе даже представить не могу. Там будет очень тяжело. Что касается Польши, то нужно понимать, что там очень национально ориентированное правительство. И, пользуясь тем, что Польша первой вышла из СЭФ, и первой из стран Восточной Европы вошла в Евросоюз, они себе выбили некоторые преимущества по сравнению с другими странами. Ну, например, они себе оставили свою национальную валюту. И, кроме того, они очень агрессивно выступают за защиту своих прав, чего не происходит в других малых странах. Евросоюза, например, в той же Болгарии, Румынии и так далее. Единственное, может быть, исключение, в этом смысле они пошли по стопам поляков, как это венгры, но, правда, с некоторым опозданием. И в этом смысле в Польше, например, Польша сохранила у себя хотя бы частичное сельское хозяйство. Однако, в отличие от Прибалтики, где нет сельского хозяйства, или от Болгарии, где уже тоже нет сельского хозяйства, однако ситуация ухудшается, и, в общем, я склонен считать, что в ближайшие 2-3 года она будет ухудшаться очень сильно в Польше, потому что она ухудшается по всему Евросоюзу, и, конечно же, Польше не дадут стать самой успешной страной Евросоюза. То есть, в этом смысле, конечно же, у поляков уже начинаются большие проблемы, потому что в условиях, когда нет работы для своих, начнут выгонять чужих, пресловутые польские водопроводчики вернутся в Польшу, рынки стран из Западной Европы тоже начнут закрывать, в общем, у поляков начнутся проблемы серьезные, и я пока не знаю, как они будут выкручиваться. Вы слушаете русскую службу новостей. Русскую службу новостей. Семь утра. Рано? Нет. Самое время. Просыпаться. Включаться. Настраиваться. Обсуждать. Свежая пресса. Информация о движении в городе. Автообзоры. Добро пожаловать в реальность. Самое время. По будням после семи утра. Русские русским по-русски о русских. Здесь, на РСН, русский дух. Здесь Русью пахнет. Дышите глубже. По саботам после десяти утра. Русская служба новостей. Радио РСН. Экономика по-русски. Возвращаемся в студию. Телефон у Михаил Хазин. Напоминаю, телефон прямого эфира. 8495-788-1070. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте, Михаил. Тяжелое огорчение. Ну как же так? Почему вы уходите? Пожалейте нас. Потому что официальных экономистов невозможно слушать. Сплошная ложь. Только вы говорите правду и ваши товарищи. Останьтесь, пожалуйста. Прошу вас. Спасибо. С Новым годом. С Новым годом. Нет, но остаться не получится. Но на самом деле, если вы хотите знать мою позицию, то есть World Crisis.ru. Есть Ханевекс, который мои ролики постоянно демонстрирует. То есть, в общем, тут как раз много разных вариантов. Но я еще раз повторю. Я думаю, что через 2-3 месяца либо на РСН, либо на каком-то другом радио мы по программу возобновим. Так что проблем в этом смысле никаких нет. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло. Добрый день. Хотя его трудно назвать добрым днем, но я сейчас очень расстроилась. Действительно, Михаил, очень жаль. Потому что вашу передачу ждем всегда. И позвольте, я немножко отойду от формата передачи на злобу дня. Скажите, вот если в других странах происходит такая трагедия, незаметимо от того, какой праздник там, Рождество или еще что-то, скажите, первые лица государства должны были уже как-то обозначить себя перед народом? Огромное вам спасибо и возвращайтесь на РСН. Ну, это зависит как бы от страны, от масштаба, да, разумеется. Вот есть некоторые критические масштабы трагедии, при которых, конечно же, первые лица должны обозначить ситуацию. И в этом смысле я думаю, что, конечно же, Путин что-нибудь скажет. Вопрос в том, когда он это сделает. Я не исключаю, что ему придется об этом сказать в новогоднем обращении или еще чего-то. Я уже говорил о том, что мне кажется, что то, что произошло, это в том числе и сигнал для Путина. Какой будет ответ на этот сигнал, я пока не знаю. Нужно смотреть, какие у нас будут крупные мероприятия. Кто к нам приедет, да, договариваться, условно говоря, там, Киссинджер или еще кто-нибудь. Нужно смотреть, какая делегация, кто ее будет возглавлять, поедет в Водовоз. Ну, и другие есть разные варианты. Но, в общем и целом, можно сказать, что это, конечно, не случайные события. И в этом смысле Путин должен не просто выступить и обратиться со словами сочувствия к народу. Он должен сказать нечто. То есть он должен, например, сказать, мы сделали ошибку, что у нас нет своей идеологии, что у нас нет своих принципов, и мы должны эту ситуацию менять. Например, инициировать изменение Конституции вот в этой части. Но это трудно, это тяжело. Здравствуйте, слушаю вас. Вас очень плохо слышно. Поэтому, если можно, последнюю фразу повторите, пожалуйста. Шарапов Николай Федорович, да, который предложил фактически реформировать так денежную систему еще в имперской России, что ее представление ввели, и, в общем-то, она прекрасно справлялась с промышленной революцией, которая была в России. Вот что вы по этому поводу думаете? Можем ли мы в каких-то параметрах вернуться к этому? Отвечу. Значит, дело в том, что у нас сегодня нету суверенной денежной системы, и даже валюты суверенной нету. У нас экономика не рефинансируется рублями, она рефинансируется долларами и еврами. По этой причине, кстати, правительство не сумело стимулировать экономику девальвации, как оно это пыталось сделать первой половине лета. И до тех пор, пока мы... Но места для нашей суверенной денежной системы в мире отсутствует. Это, кстати, одна из тех слабостей, которую все время предъявляют Путинам. И говорят, дружок, ты совершенно обнаглел, ты тут вставляешь нам палки в колеса, при этом твои предприятия финансируются в долларах нами. Ну, тут, правда, есть некоторая тонкость, потому что не исключено, что основная часть финансеров, это те банки, в которых Центробанк держит наши резервы, но тогда еще лучше. Тогда, соответственно, прибыль от всех этих операций все равно хранится там. И ровно потому, вот что говорит Путин, нужно возвращаться из офшора в страну. Но рублей нету, нету рублевых активов. У нас вся капитализация всей российской экономики в доллар. Ну, как вы хотите? Для того, чтобы изменить ситуацию, нам нужно делать доллар суверенной валютой. Нам нужно запретить офшорное владение недвижимостью и, как бы, и месторождениями на территории страны. Нам нужно запретить для российских компаний торговые на иностранных биржах. Ну, почему нефтяные компании российские увеличивают капитализацию лондонской биржи и нью-йоркской, то есть, фактически, укрепляют доллар и евро? Почему? Надо это просто запретить. У нас же не торгуются акции американских нефтяных компаний, ну и так далее. Но для того, чтобы это сделать, нужно проводить более-менее разумную политику. Нужно вычистить российскую судебную систему, которая коррумпирована полностью. Как там говорил Александр Васильевич Суворов, который начинал свою службу интендантом, он говорил, что любого интенданта, проработавшего три года, можно сначала вешать, а потом разбираться. Я подозреваю, что с российской судебной системой такая же ситуация. Нам нужна тотальная судебная реформа. И, например, введение личной имущественной ответственности судей, ну, по крайней мере, арбитражных, а на самом деле всех, за принятое решение. Ну и так далее, и тому подобное. То есть, в общем, у нас в этом смысле ситуация абсолютно катастрофическая. И пока она не будет решена, говорить о том, что надо делать финансовую реформу денежную, нам просто не на чем ее базировать. Здравствуйте, слушаю. Здравствуйте, Михаил. Марина, меня зовут. Очень жаль, что вы уходите. Скажите, пожалуйста, тут повернул у вас поляки, расстрелянные немцами Катынь. А что, новые данные появились? Вроде бы признали уже, что... Знаете, несколько официальных лиц от своего имени это признали. Никаких документов о том, что это сделали мы, не существует. Более того, те документы, которые были нарисованы в конце 80-х, начале 90-х, их никто не принял. А есть целая куча косвенных данных, которые свидетельствуют о том, что это сделали немцы. Ну, я уже говорил о том, что расстрел был произведен из немецкого оружия, и предположить, что НКВД занималось расстрелом из немецкого оружия, предполагая, что немцы придут в Смоленск, это, по крайней мере, наивно. То есть, в общем, там есть целая куча всяких вещей, и нужно понимать, что это как раз тот случай, когда мы идеологически легли под Запад. Это кажется мне абсолютно неправильным. Ну, собственно, на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.